Всем добрый день! Как и каким образом правильно совершать гигиену? И давайте на эту тему поговорим. Что касается вообще гигиены после дефекации. Мы все привыкли использовать туалетную бумагу. Ну, так нас приучили. Мое детство еще было связано с тем, что мы использовали газетку. Я росла не в городе, так что ходили в общественные такие туалеты на улице, где, в общем, были газетки. Думаю, что некоторые из вас тоже через это прошли. Ни о чем не жалею. Это замечательный опыт. Так вот, давайте начнем вот с чего. Что туалетная бумага, это вообще-то относится к гигиенической продукции с повышенным требованием безопасности. Вот когда я об этом в первый раз прочитала, я тоже была удивлена. Следовательно, у не туалетной бумаги должны быть и сертификаты гигиенические, и свидетельства Роспотребнадзора. Дело все в том, что на туалетную бумагу могут быть аллергические реакции индивидуальные. Не на саму бумагу, а на красителе, потому что есть цветная бумага, есть туалетная бумага с каким-либо орнаментом. Такие вот вещи тоже нужно учитывать. Если мы говорим о правильной гигиене, то, конечно же, должно быть подмывание. Мы должны подмываться либо с помощью душа, либо с помощью биде. Если это биде, значит, есть специальные насадки, которые устанавливаются на унитаз, вы подбираете там комфортный напор, температуру, даже еще эти биде с подогревом, зачем они, непонятно. Но, тем не менее, дополнительные опции всегда удорожают сам продукт. И либо биде, которое крепится рядом с унитазом. Кстати, вот в клинике, в которой мы сейчас перешли работать, в Real TransHire, все ванные комнаты снабжены вот такими гигиеническими душами. Это очень классно, потому что это реальная забота о пациентах. То есть, знаете, такое не вычурное «вот мы это делаем», а такое тихое, спокойное, комфортное, чтобы каждый пациент, приходящий там в клинику, мог себя достаточно комфортно чувствовать. И, кто не знает, мы вот с 23 февраля работаем в клинике биологического умоложения Real TransHire, где, по большому счету, созданы комфортнейшие условия для пребывания пациентов и для работы врачей. Как раз я сейчас про клинику Real TransHire рассказываю о том, что на каждом этапе у нас биде есть. И это замечательно. Если это душ, и у вас нет биде, ничего страшного, мы переходим из туалета в душевую кабину и подмываемся. Очень часто спрашивают меня о том, ну вот у нас раздельный ванный туалет, да, и как быть. Ну, очень просто. Тогда после идентификации вы снимаете туалетной бумагой там верхний слой, проходите в ванную комнату и совершаете подмывание. Что касается подмываться. Значит, подмываемся мы комфортно для вас температурой, ни горячей, ни холодной. Это вот наша вера, наверное, святая в то, что если мы там ледяной водичкой польем, то наш геморрой вправится и куда-то денется. Друзья мои, он вправится, конечно, потому что под действием холодной температуры у нас идет спазм сосудов, и из-за этого, конечно, вы видите якобы улучшение. Хотя давайте не будем обманывать себя, что если есть проблема, она проявляет себя. Будете вы поливать себя холодной водой, горячей водой, прыгать на одной ноге, стоять на голове, чтобы у вас отток крови был от попы в голову. Да, это, кстати, тоже опасная очень вещь. Мало ли что там может снизу вверх-то у нас попасть, да. Будьте аккуратны с этим. Это всего лишь меры поверхностные, которым мы пытаемся убрать симптомы, а не саму проблему. То есть проблема гораздо глубже. Если имеется проявление геморроидальной болезни, значит ее нужно лечить. Давайте откровенно. Тем более, что методов лечения на сегодняшний день существует множество. Множество их реально подобрать индивидуально под каждого пациента. Но есть такая задача стоит у врача, безусловно. Поэтому вернемся к подмыванию. То есть подмываемся к комфортной температуре, можно слегка прохладной, можно с использованием мылящих средств, да, мылов, можно без них. Как вам комфортно? Если мы говорим об использовании мыла, то можно брать обычное брусковое мыло, детское, банное, хозяйственное, без всяких там отдушек, в руках размыливать, да. Вот этой вот размыленной пеной мы обрабатываем зону вокруг заднего прохода. Если у нас имеются какие-то проблемы в заднем проходе, ну, либо у них нет мыла, можем купить средства для интимной гигиены, там, СПАЖ 5,5, либо 3,5, которым также мы можем подмываться. Подмываемся мы только снаружи, снаружи, внутрь, о том, что там выковыривать, щёточка себе надо, пациенты приходили, рассказывали, что у кого-то в блоге читали, что для здоровья анального канала нужно раз в неделю, значит, там, чуть ли не ёршиком себе протирать. Друзья мои, ну, пусть вот эти вот люди, которые советуют, протирают себе сами. Я обычно с заботой, любовью отношусь к своим пациентам и вам, подписчикам, поэтому такое не рекомендую. Поэтому мы с вами только гиену совершаем снаружи. После этого берём индивидуальное полотенце, какое-нибудь мягенькое, небольшое, промакиваем, одеваем нижнее бельё и вперёд. Если у нас нет возможности промокнуть, но всегда в туалете есть бумага туалетная, да, там, либо салфетки более плотные, которые мы вытираем, поэтому также аккуратно промокнули, не надо там елозий, а то, знаете, потом там стараются все, и там бумага остаётся. Да, то есть вот это всё ещё больше натирает, ещё больше прилипает к коже и вызывает дискомфортные явления. Поэтому просто промокнули, промокнули, надели нижнее бельё и пошли по своим делам. Что делать, когда нет возможности подмыться? И большой тоже вопрос был про влажную туалетную бумагу. Да, влажная туалетная бумага. Вот здесь тоже давайте разберёмся с некоторыми моментами. Первое, это не тканый материал, мы с вами должны об этом помнить. Второе, туалетная бумага влажная всё же более гигиенична, чем обычная туалетная бумага. И, наверное, тоже мало кто знает, но качественную туалетную бумагу можно смывать в унитаз. Но не более трёх листочков, да, вот этих. То есть якобы она в воде растворяется. Я тоже этим вопросом занималась, вот была удивлена, что, оказывается, её можно отмывать не всю, но можно смывать в унитаз. Значит, в состав влажной туалетной бумаги входят ароматизаторы, парабены, спирт и пропиленгликоль. Вот из всех сам перечисленных наиболее опасные, уязвимые для нашей заднего прохода, да, для самой нежной. Кстати, кожа вокруг заднего прохода, она самая нежная вот на всех кожных покровах. Поэтому там возникает, как правило, чувствительность повышенная. Так вот, вот этот пропиленгликоль может вызывать индивидуальные аллергические реакции, может вызывать дерматиты и может приводить к поражению органов дыхания, то есть он токсичен. Ну вот, мне нигде не удалось найти ту концентрацию, которая может быть токсична, и токсична ли сама влажная туалетная бумага с пропиленгликолем, которую вы используете сразу по необходимости, а не дышите ей, да, не вдыхаете запах. Мне вот, к сожалению, не удалось найти никакой информации вообще-то, какой контакт должен быть. Но, тем не менее, да, опасность всегда существует. Поэтому, если вы и подбираете влажную туалетную бумагу, то старайтесь, чтобы в ее состав не входил пропиленгликоль. По большому счету, не рекомендовано использовать влажную туалетную бумагу в тех случаях, когда у вас есть заболевания наркотальной области. К примеру, анальные трещины, да, это может приводить к усилению чувства жжения и появлению зуда. Если особенно у вас есть зуд возле заднего прохода, либо проявление каких-то дерматозов, ну, либо дерматитов в области заднего прохода, если уж диагноз вам поставлен. Все это приводит к тому, что у вас идет травматизация кожи данной бумаги. У вас остаются вот эти вот маленькие включения, какая-то обычная туалетная бумага, такая-то влажная туалетная бумага, которую вы полностью удалить не можете, а удалить вы их можете только подмывшись водой. Все это приводит к натиранию, приводит к натиранию, раздражению и еще усилению проблем. Да, особенно если есть язвочки, эрозии в области заднего прохода, либо вы испытываете зуд. Но нужно понимать, что влажная туалетная бумага является альтернативой обычной туалетной бумаги, если у вас нет возможности подмыться. И общаясь с дерматологами, потому что одно дело это там наше наблюдение и наша точка зрения, другое дело это наблюдение и другая точка зрения специалистов, которые с другой стороны подходят к заболеваниям аноректальной области, то есть области вокруг заднего прохода. Это в частности дерматологи, которые специализируются на дерматитах в заднем проходе, их не так уж много. Не знаю, к счастью или к сожалению, они тоже приходят к такому мнению, что лучше влажную туалетную бумагу заменить на влажные детские салфетки, потому что они гипоаллергенные, не имеют никаких спиртов, отдушек, как правило, и они менее жесткие, что приводит к меньшей травматизации области вокруг заднего прохода. Тем самым мы как бы обезопасиваем себя и совершаем генические манипуляции, удобные для нас. Поэтому влажные детские салфетки небольшие положить в дамскую сумочку, в которой так уже тонна всего, чего положено, мы там никогда ничего не находим, незатруднительно. Когда же вы приходите домой, либо у вас имеется возможность подмыться, даже если вы используете влажную туалетную бумагу, или если вы используете влажные салфетки детские, то желательно подмыться по тем правилам, по которым я сказала выше. И, кстати, когда я публикую пост о гигиене после дефекации, либо о том, как необходимо подмываться, мне всегда педиатры пишут о том, что рассказывайте людям, каким образом нужно подмываться, да, то есть как бы спереди-назад, да, от половых органов к заднему проходу. Вот, проговариваю, так что я вас услышала, дорогие коллеги, и проговариваю, что желательно это делать спереди-назад, да, то есть и подмывать деток таким же образом, особенно девочек. К сожалению, мы не приучены подмываться, и очень часто удивляет вопрос, когда пациентов после операции мы ведем, учим совершать гигиену, учим правильно перевязываться, иногда бывает вопрос о том, а как долго мне подмываться? Ну вот, друзья мои, по-хорошему подмываться всю жизнь. Вот это должно быть как правило, вы же встаете, зубы чистите, вы же не спрашиваете, а сколько лет вам чистить зубы? Ну, пока они есть, мы их чистим, когда нет, ну их в стаканчик, и в стаканчики чистим, правильно же? Вот то же самое и с задним проходом, мы должны правильно совершать гигиену, и по большому счету приучайте себя, приучайте своих детей, приучайте своих родных правильно ухаживать за промежностью, потому что это залог комфорта, залог здоровья, залог уверенности в себе, и вообще залог каких-то пониманий нашей ценности, потому что это очень-очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok